Настала дачная пора, активизировались клещи, зелень на грядках и дачные воришки. Как обезопасить свой дачный домик от непрошенных гостей, спросим у нашего гостя, утреннего заместителя начальника управления вневедомственной охраны города Красноярска, подполковника полиции Артема Азаренко. Доброе утро. Доброе утро. Разумеется, что воришками, наверное, можно скорее назвать тех людей, которые ранитки, допустим, воруют, а это уже, наверное, настоящие воры, и можно по поводу них даже возбуждать уголовные дела. Да. Действительно, может быть, дачный домик или целую свадьбу, может быть, у кого как, может быть, ограблено, подвержено вот таким вот, такого рода опасностям. Скажите, каким образом можно обезопасить, например, дачный домик? Действительно, скажем так, с наступлением осени, когда дачные домики теряют свою былую поищаемость за лето, они подвержены большому риску преступных посягательств. Ну, как, если дача находится далеко от города, то самым примитивным методом это, ну, оборудовать дачу хорошими дверями, замками, ну, и немаловажным фактором будет, допустим, установить решетки на окнах. Так, желательно, конечно, не с внешней стороны, а с внутренней, чтобы это, ну, скажем так, немного усложняло процесс доступа в помещении. Но, опять же, на это надо будет время. И если решетки будут стоять, чтобы их либо срезать, либо проникнуть, это в любом случае шум. Ну, и вот, когда может просто посмотреть и решить, что лучше выбрать другой какой-то вариант. А я имею в виду, что другую дачу поближе к черте города и оборудовать ее техническими средствами и сдать на пульт. Это вообще самый оптимальный вариант. Ну, вот мы, как недоступная охрана, охраняем коттеджи, частные дома, находящиеся в черте города. Ну, такие, допустим, как удачные, это тоже вроде как дача, но довольно-таки серьезные дома. И их желательно было бы, конечно, оборудовать техническими средствами охраны, то есть заблокировать на открытие, на разбитие окна, поставить датчики объемного обнаружения и уже сдать на пульт недоступной охраны и спокойно оттуда выезжать, не боясь, что оставленное в помещении имущество будет вынесено недоброжелательными. Ну, а те дачи, которые находятся далеко, это лучше, конечно, объединиться с соседями по два-три человека, ну, допустим, так, чтобы недалеко живущих и периодически все-таки наведываться туда и, ну, оставлять следы на снегу, свет иногда зажигать там. Допустим, сегодня вы приехали на дачу, там, в двух-трех зажгли свет, завтра я приехал его потушил. Ну, то есть так, чтобы создавать видимость, что на даче все-таки кто-то есть, постоянно и в любое время может кто-то приехать. Ну, либо также вот объединиться с двумя-тремя соседями и нанять физическую охрану, чтобы человек постоянно там присутствовал, обходил, ну, у кого-то там жил. Что-то вроде сторожа, получается. Ну, да, что-то вроде сторожа. Ну, это же касается вот такого долгосрочного отсутствия, когда, вот вы сказали уже осенью, на зиму и так далее. Речь, если вести о именно летних случаях, вот когда сейчас люди заезжают на дачу, привозят туда какую-то бытовую технику, возможно, то есть то, что не оставляют на зиму, но все-таки действительно в город выезжают. Вот когда они оставляют дачу на короткий промежуток времени, может быть, тоже есть смысл создавать иллюзию присутствия, также не выключать свет. Может быть, вот какие-то есть такие советы бытовые, которыми можно пользоваться именно летом? Можно, да. Свет, конечно, он, если он горит три дня, то он тоже наводит на мысль о том, что там просто никого нет, а свет горит. Поэтому, и опять же, всю ночь, если будет гореть... И мне там следы не оставишь на сне. И если будет гореть свет всю ночь, он тоже наведет на мысль, что там просто никого нет. Поэтому оставить просто свет, это, ну... Ну, очень банально, и, наверное, вот те, кто заинтересовался вашим домом... Опять же, в этом случае, если дача находится далеко, то лучше дружить с соседями, чтобы они периодически либо прислушивались, либо ходили, тот же свет выключали ближе к ночи. И, ну, опять же, летом этот риск сводится к минимуму, потому что всегда на дачах кто-то живет. Ну, у кого-то выходной, кто-то приехал, кто-то еще где-то. В этом случае, конечно, лучше дружить с соседями. Ну, и опять же, повторюсь, что это касается тех дач, которые, ну, довольно-таки далеко от черты города, куда наряды как внеедомственной охраны, так и других предприятий и охранных не в состоянии просто приехать. Ну, допустим, под раздел, да, кто-то тут доберется. Однако физическая охрана, ее никто не отменял, и вот как раз случай, когда сторож будет обходить какой-то дачный кооператив, это вот наиболее оптимальный вариант для таких дач. Ну что же, большое спасибо за полезные советы. Артем Азаренко был у нас в гостях, заместитель начальника УВД по Красноярскому краю, подполковник полиции. Спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы.